Доброе утро! Солнечно у нас и очень ветрено. Я тут между домами иду, поэтому как бы нету ветра. Угу, все летает, улетает, но тепло хорошо. Иду домой. Не знаю, мне нужно в Алькампус ездить, но я сегодня поздно освободилась. Хочется очень сильно кушать, поэтому, наверное, я потом в Алькампус езжу. Поеду, потому что мне еще грибы надо жарить. В общем, беда. Увидите, как забывает. Сейчас выйду, тут будет ветер, ветер, ты могуч. Вешенки буду жарить. Вот, сделала здесь такой кляр. Здесь кукурузный крахмал, яйцо и вода. Кстати, этот совет, посоветовала моя подписчица Оксана. Привет, тезка. Так, не бушуй. И я, вы знаете, даже раньше не догадывалась, что так можно. Но это нереально вкусно, поэтому можно и нужно. И крылышки вчера задостала. Ты мне крылышки приставил, сам же их... Так, не бушуй, Чарли. Начинается у него. Так, маслечко нальем. Чего он это все время с водой туда-сюда елзает, не пойму. Не, ну ты посмотри на него. Чего ты от нее хочешь? Воду заменить. Сейчас заменю. Ну ты же все равно ее начнешь двигать. На. Ей. Только толку-то все равно будет двигать ее. Ну вот, я что и говорила. Все равно ее двигают. Пожрать может, насыпать ее. Ты время это время не ешь. Ты вот только привлекай к себе внимание. На. Все, больше нечего там не давать. Кто мне сейчас все сугарит тут за тебя. Так. Окунаем и жарим. Сейчас покажу, что получится. Грибы просто нереальные. Я всем советую. Очень вкусно. У меня вчера батат остался. И крылышки достала копченые. Всем приятного аппетита. Смотрите, смеюсь. Знаете, от чего это яблоко? Это вообще прикол. В общем, я с клиентами там разговариваю. Говорю им. Знаете, мой Чарли там, он очень любит яблоки. Ну, разговариваю. Что я говорю? Ему сосиску не давай. Едай ему яблоко. Сегодня клиентка приходит. Говорит. Чарли, смотри, что я тебе принесла. И дает ему яблоко. И говорит, я принесла нож. Я говорю, помню, что он не ест целое. Он ест только кусочки. Вот мы ему вот эту всю часть скормили. Он такой довольный был. И потом я это яблоко положила. Он на задних лапах стоит. Вот на это яблоко смотрит она. Оксана, смотри, 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 как он ест. Я смеюсь. Мне-то это, как говорится, привычно. Это они им не привычно. В общем, представляете, мои клиенты носят еду моей собаке яблоки. Да, ты такой сладкий. Тебе все приносят яблоки. Потом ей принес игрушку. Говорит, давай играться, играться. Ой, не могу. Что тут за пятна вода? Да, вот так вот тебя любят все. Вот так вот тебя любят. Вкусняшки носят, яблоки. Машину уже по традиции оставила внизу. Что-то как-то пасмурно. Вроде дождь не обещали. У нас сегодня землетрясение было в Гранате. Представляете? Тут час съезды от нас. Вот, как это, 4-4 по шкале. Не знаю, много-то или немало. Но вот так вот потрясывает маленечко. Я сегодня не пойду на пляж, потому что мне нужно пойти в Алькампо. Пойду в Алькампо. Потому что мне нужно купить кое-что подруге. Поэтому закуплюсь ей. И себе что-нибудь, наверное, куплю. Всегда что-то надо. И вот так вот будет прогулка по магазинам. Такие вот дела. Никого нет. Тишина. Хотя сегодня, знаете, шла на работу двое англичан. По-английски. Do you speak English? Я говорю, no. No. No speak English. Ну, она так на меня посмотрела, говорит. Ну, и на ломаном испанско-английском говорит. Магазин сувениров. Я говорю, какие сувениры? Вы о чем? Вы что, не знаете, в какое время мы живем? Тут продуктовые-то хорошо открыты. А то и продуктовые-то скоро закроются. Ну, это я так подумала. Сказала ей. No. No souvenir. Какие сувениры? Вот чудные народы. Вообще, как они попали к нам, эти англичане? Я такая, знаете, масочку-то до глаз такая нацепила. Там, знаете, всякие штампы, вот эти вот британские. Все дела, наверное, о них наслышаны. Вот. Говорю, как они к нам попали? Вот удивительно. Салабринья город закрытый. Странно. Все ездят туда-сюда. Мы разрешение взяли. Какое разрешение? Повидать своих родных? Какое разрешение им может быть? Вот люди не боятся. Едут, потому что штраф офигенный, по-моему, 600 евро и 300 евро. Не знаю. Конечно, есть такое, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну, нафиг рисковать. Я лучше две недельки просижу дома, как говорится, и не буду рисковать. Сейчас вам море все-таки покажу. Чарль увидел, что я его яблоко ем. Идет у меня, просит его. Чарль, кире мансана? На, дома. А что лежит-то? Оно вымотое. И так хочется его съесть. У нас одежда и все такое работает только до шести. И вот видите, после шести все закрыто. Можно купить только продукты. Например, продукты по рублю открыты. Но мне ничего не надо. А, хотя, знаете, хотела посмотреть. Вафельки все-таки. В прошлый раз я посмотрела. Ой, я своей тачкой езжу. Вафельки, вафельки. Все-таки хочу попробовать. Если они, конечно, остались. Так, а что тут уже? А, они, наверное, с той стороны. Или что? Не пойму. Наверное, уже закончились. Не найду. То есть, у них без сахара. То есть, у них все не то. Наверное, закончились. Значит, не судьба. Закончились, так закончились. Пойду я, значит, за тем, что мне действительно надо. Видите, цветы, все закрыто. Тут тоже нельзя прошморнуть. После шести. Только еда. Хочу поставить, варить компот. Купила вот такой набор. Компотный. Фрукты. Написано для сангрии. Ну, они просто не знают, что компот офигенный будет из этого. И вот, что я купила. Мы в прошлый раз с Татьяной хотели купить вот такой, вот такую сметану, которая моя самая любимая сметана. Но ее не было. Вот, хочу угостить ее. Сметаной купила. Вот. Воду обычную. Не люблю пить воду обычную. Поэтому, вот смотрите, какая-то такая штука. В воду бросаешь бутылку. И все. Вот она там без сахара, без всего. Вкусы. Малина. Красные фрукты. Короче, малина, ягода, малина. Нас к себе манила. Ягода, малина. Ну, и вот еще бутылочку взяла себе. Бутылки-то нету. Вот эту взяла воду. Тоже она со вкусом зеленого яблока. Тоже обалденная. Взяла вот такой вот грейпфрут. По мейлу. Он у нас, знаете, сколько стоит? Вот эта, короче, стоит 79 бутылка воды. Два авокадика взяла. Они, конечно, дуб-дубом, но ничего не поспеют. 2,22 вытянули, две штуки. Фрукты рубль 95 стоят. Смотрите, фрукты. Компотик вкусный будет. Смотрите, подруга посоветовала вот такой паштет. Я уже урожкурила. Из красной рыбы. Вот такая марка, кстати. Очень вкусный, знаете. Она говорит, мне очень понравилось. Я вот сейчас тоже попробовала. Очень достойный. Цена и качество. За рубль всего купила. Так, сметана 2,56 стоит. Тут такая сметана большая. Пол-литровая. Так, что у нас тут еще? Инфусион 2,75 стоит. Вот такая вот штука. Здесь 10, я так думаю, пирамидок. Бутылку вот в эту бросаешь. Но там на пол-литра вот один пакетик. А здесь у нас, то есть, 3 пакетика вот на такую бутылку. Но, не знаю, может, буду воду пить. Потому что воду вообще не люблю. Вот сейчас вот еду и вспоминаю, понимаю, что я вообще воды сегодня не выпила. Ну, от слова совсем. Ни чая, ничего. Потому что не люблю я обычную воду сырую. Ну, ладно. И помыла 2,89 у нас стоит. А, у меня еще эти. Желачки взяла. Думаю, что такое 89 копеек? Желачки. Какие-то на кассе урвала. Рыба моя кушает. Яблоко нажрался. Теперь вот кушает еду настоящую. Вот. Так что сейчас буду компотик варить без сахара. Все дела. Ну, стевию закину. Мяту туда закину. В общем, будет вкуснятина. Ментос, чикли. Пожуем. Вкусно. Смотреть сегодня нечего. Все одно и то же. Что на ютубе, что везде, везде эти митинги. Я не патриот. Я не какой-то, знаете, не рядовой такой сотрудник, который идет вперед из песни. Если надо, пойду. Но я, если не понимаю, за что идти, и как, и куда, то не пойду. Так вот мне называются там зомби-ящик или еще что-то. Меня сам зомбировать и куда-то навести очень трудно. Что-то в меня вбить, например, какие-то там мысли чужие, в меня очень трудно. У меня всегда есть свое мнение, которое складывается не благодаря какому-то человеку, потому что он не в... А по каким-то сведениям оттуда, оттуда, вот по чуть-чуть, знаете, вот тут, тут, там. То есть меня вот так вот... Я сказала, так будет. Нет, это для меня не показатель. Я могу сказать, да, 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 конечно, но у себя на уме. Вот поэтому вижу некоторых блогеров вот здесь в Испании. Они пошли на митинги. Я немного это не понимаю. Ну, они, наверное, знают, что так лучше. То пускай идут. Потому что я говорю, 12 лет жизни здесь, я в политике, тем более в российской, полный ноль. Я знаю, что там есть президент Путин, и все, больше ничего. И вот какой-то Навальный, которого я что о нем знаю, что его там, это, отравили, и что он выжил. И сейчас вот все митингуют за него. А что, куда, как? Мне это не особо интересно, если честно. У меня есть более веские причины, более какие-то там другие мысли, чем забивать голову себе. Не ерунда, конечно. Если для кого-то это жизнь, для кого-то что-то. Но это не мое. Люди, которые в политике, допустим, они учились, там им дадана. Каждому свое. Я парикмахил, я остригу, я крашу. Все. Но я не политик. Так что посмотреть сегодня будет нечего. В тикток залезу. Буду в тиктоке висеть. И компот варить вкусненький. Что-то на этой был такой он красный даже, на картинке. А тут нифига не красный. И то это благодаря тому, что я добавила сюда черешню. У меня была отдельно. И так он чуть-чуть покраснел. А так что-то какой-то белый. Может быть, там разные есть. Бывают эти смеси. Видите, черешню такую добавила свою. Ну, ладно. Все равно вкусненький. Сейчас настоится на завтра уже. Вот. Я пошла отдыхать. Что-то я сегодня устала немножечко. Но завтра у меня у меня кое-что есть. Так что не забываем подписываться, ставить лайки. И встретимся с вами завтра. Должно быть интересно. По крайней мере, знаете, необычная такая рутина. Так что всего самого на лучшее. Всем пока-пока.